Новости продолжают эфир. Канала Хабар 24. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Новости продолжают эфир. Снижение долговой нагрузки. С начала года удалось вернуть 995 миллионов долларов. Касым Жумартукаев назначил нового министра энергетики. Стал бывший министр экологии, геологии и природных ресурсов Максум Морзогалеев. На прежней должности проработал больше двух лет. В разное время работал вице-министром нефти и газа и вице-министром энергетики. 26 человек продолжают лечение в стационаре после взрыва в Жамбылской области. Об этом сообщил Аким региона Бердубек Сапарбаева во время телефонного разговора с президентом страны Касым Жумартом Тукаевым. Как отметил глава области, уже удалось отремонтировать 62 дома. Всего пострадало 122 здания. Восстановительные работы планируют завершить до 10 ноября. Вместо разрушенной средней школы номер 5 в селе Жебек-Жолая построят новое учебное заведение. Бердубек Сапарбаев также доложил о развитии региона. Урожай зерновых в этом году 15 сантиметров с гектара. Вакцинировано 72,5% населения. Завод по производству медицинских препаратов работает по графику. С ходом осеннеполевых работ ознакомился премьер-министр Аскар Мамин во время рабочей поездки в Акмолинскую область. В регионе убрали почти 80% всех площадей зерновых и зернобобовых культур. В хранилищах запасено почти 3 миллиона тонн зерна. По словам аграриев, при благоприятных погодных условиях уборочную кампанию завершат до конца сентября. Также в Жаксынском районе глава правительства ознакомился с материально-технической базой местных сельхозхозяйственных предприятий. Аскар Мамин посетил одну из производственных площадок, которая состоит из 15 предприятий. Изначально у нас нашим инвесторам была поставлена задача, что все, что выращивается на полях, должно перерабатываться на нашем предприятии. На данный момент этого мы достигли. Продукция очень высокого качества, поэтому на складах не залеживается. Уходит само собой по Казахстану и в ближние и дальние зарубежья. Это такие страны, как Средняя Азия, Афганистан, Китай, Иран. Это такие страны. Турция. В ходе поездки Аскару Мамину показали новые объекты социальной инфраструктуры. Села Жаксы, многоквартирный жилой дом, спортивную школу и торговый центр. Все они построены по проекту АОЛ Ель Бесаге. Программа реализуется, чтобы снизить миграцию между селом и городом. Эпицитуация в Шемкенте постепенно улучшается. Количество инфицированных за сутки не превышает 150 случаев. В городе начали закрывать ковидные стационары, которые в момент пика заболеваемости приходилось экстренно разворачивать. Правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра Ирала Тухжанова ознакомилась с ситуацией в мегаполисе. Подробнее в следующем материале. В Шемкенте закрывают 15 стационаров. Эксперты заявляют об улучшении эпидситуации. Так, по сравнению с августом, количество инфицированных резко снизилось. В больницах свободны больше половины коек. В целом отмечаем снижение заболеваемости в городе Шемкент. Ситуация сейчас управляемая, стабильная. Мы видим, что каждый день количество случаев коронавирусной инфекции уменьшается. Город мобилизовался. Сейчас мы видим, что практически половина коечного фонда сейчас свободна. Ситуация улучшается в том числе благодаря набирающей масштабы вакцинации. Уверены специалисты, Шемкент в этом направлении лидирует. Больше 83% горожан сделали прививку. Помимо врачей, в борьбе с коронавирусом помогает и бизнес. Так, по программе ГЧП в поликлинике номер 2, где не хватало оборудования, а здание было ветхим, сделали ремонт и произвели модернизацию оборудования. У нас открывается реабилитационный центр, где мы можем принимать всех наших своих жителей на реабилитацию, а также пациенты в пусковидном состоянии через 3-6 месяцев. В мегаполисе 14 клиник находятся в государственной собственности, а остальные 25 переданы в доверительное управление. К ним скоро добавится стоматологическая поликлиника. В разгар пандемии крупный производитель лекарств перевёл производство на особый режим работы. На долю фармацевтического гиганта приходится треть всех производимых в Казахстане лекарств. Чтобы отечественных препаратов можно было выпускать ещё больше, инвестор вложит в производство 14 миллионов евро. Решено построить лабораторию. Это необходимо, ведь качество каждого препарата должно соответствовать европейским стандартам. Кроме того, в связи с началом учебного года в традиционном формате в регионе усилят работу по соблюдению санитарных норм в школах. Катерина Попкова, Азамас Аметов, Нурмахан Бекмуратов, Шумкент, Хабар, 24. В Кустанайской области становится всё больше нарушителей домашнего карантина. Больше тысячи человек с красными и почти 600 с жёлтыми статусами пытались попасть на объекты с большим скоплением людей. После выяснения всех обстоятельств, списки нарушителей публикуют на сайте областного департамента санопидконтроля. По словам специалистов, их число за последний месяц выросло в два раза. Напомним, по системе АШИК работают почти 5 тысяч кустанайских предпринимателей. Количество нарушителей всё-таки увеличивается. Хотя, с другой стороны, и количество вошедших в проект АШИК тоже увеличивается. По республике за последние месяцы они увеличились в шесть раз. У нас по области более чем в два раза. В Туркестанской области расследуют дело о хищении 36 миллионов тенге. Под подозрением руководителей двое сотрудников методического центра управления образования региона. В деле замешан еще один житель города. Средства по данным агентства по финансовому мониторингу должны были пойти на питание школьников и студентов колледжей, которые готовились к республиканским спортивным соревнованиям. Подозреваемые, по версии следствия, подделали подписи, присвоили финансы. А когда их задержали, экс-чиновники пытались дать взятку в 6 миллионов тенге оперативнику Департамента экономических расследований. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы сроком до 7 лет. Жительница Атырау обманула доверчивых горожан на 29 миллионов тенге. Она обещала людям помочь приобрести квартиры по выгодным ценам в новом микрорайоне. В сети мошенницы попали 35 человек, в том числе и ее родственники. Оставшись без денег и убедившись, что она не имеет отношения к распределению жилья, люди обратились в полицию. Злоумышленницу задержали. В отношении 32-летней гражданки возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в том, что она обещала помочь получить квартиры в жилом комплексе «Модерн-Сити» в микрорайоне Нурзая. За свои услуги подозреваемого мошенничества брала деньги от 500 тысяч до 5 миллионов. Задержанная признала вину и дело передали на рассмотрение в городской суд Атырау. В Карагандинской области сорван ремонт дороги до села Суэксу. 32-километровый участок должны были сдать еще в прошлом году. На это из бюджета выделяли 128 миллионов тенге. Подрядчик получил 70% из них, но работу выполнил лишь наполовину. Ямы и ухабы остались. Жителям приходится постоянно ремонтировать свои автомобили. Они устали ждать завершения ремонта дороги. Сейчас мы судимся с подрядчиком. Только когда закончится судебная тяжба, мы сможем объявить новый конкурс. Планируем провести еще одну государственную экспертизу и работать с другим подрядчиком. Надеемся, что теперь все отремонтируем в будущем году. Жители села Средигорное в районе Алтая в Сочноказахстанской области рискуют остаться без единственной в регионе котельной. Теплоослабжающей компанией населенного пункта антимонопольная служба выставила штраф на 75 миллионов тенге. Специалисты выяснили, что котельная работала без регистрации в реестре монополистов. Теперь коммунальной организации необходимо вернуть и часть доходов за последние пять лет деятельности. Подобные санкции энергетики считают разорительными и настаивают на смягчении наказания. По их словам, доходы предприятия никак не покроют размер неустойки. Котельная снабжает теплом не менее 32-этажных домов. Финансовый спор сейчас рассматривают в Генеральной прокуратуре и Верховном суде. Сельчане с опаской ждут холодов, ведь альтернативы центральному отоплению в многоквартирных домах нет. Печу давно демонтировали. У меня в основном проживают одинокие, инвалиды, бабушки, которые не могут себя обслуживать. И как бы без отопления они все приезжают у меня в эти дома, чтобы жить с отоплением. У меня дети все живут далеко, я живу одна, поэтому я не смогу вот так жить. Я прошу ваш канал, вы пожалуйста, помогите нам. Мы не согласны с решением судов первой и апелляционной инстанции, второй инстанции по следующей причине. Нельзя отбирать весь доход от продажи тепловой энергии, который включает в себя и закупку угля, то есть и заработную плату, и налоги ему все это оплатили. В Актау разгорелся скандал из-за соседства частной школы с автозаправочной станцией. Речь идет о безопасности тысячи детей. Жители города считают, что близкое расположение заправки негативно отразится на здоровье школьников и учителей. В ситуации разбиралась Динара Нургалеева. Они же будут этими парами дышать. Это вред, надо закрывать ее. Я думаю, что это небезопасно, конечно. Мало ли что может произойти, и, наверное, все-таки нефтяные пары не всегда благоприятны. А почему именно там открылась школа? Ну, тоже непонятный вопрос. Я бы своего ребенка точно не отдал в такую школу. С 1 сентября эта школа приняла тысячи детей с соседства с АЗС. Сотрудники учебного заведения разделили деревянными досками. Меры временные, говорит директор школы. В планах обнести территорию высоким каменным забором. Владельцы заправки будут у себя строить забор. Такой же построим и мы. Сейчас рассматривается вопрос переноса входа. Думаем его открыть с другой стороны. Владелец здания, у которого мы арендуем, это помещение не против. Это здание с 2004 года находится в частной собственности. Сейчас его отдали в аренду под школу. Согласно строительным нормам, оно носит характер административного помещения. Поэтому расстояние до заправки ровно 40 метров. Но сейчас здесь учатся дети. С учетом фотографий в социальных сетях размещенных, там действительно АЗС расположено вблизи частной школы. То есть, согласно требованию технического регламента, у нас идет расстояние от общественных жилых зданий до автозаправочных стадий должно составлять не менее 50 метров. Их разрешительных документов со стороны ДЧС мы не выдавали. Но в случае, если поступление какой-либо жалобы или со стороны требований надзорных органов, она будет только внепланово проверена. Так как школа является субъектом малого бизнеса, специалисты департамента ПЧС не могут провести какие-либо внеплановые проверки. В стране действует мораторий. Земля частная, школа частная. Использование должно идти согласно целевому назначению. Может ли административное помещение стать школой? На этот вопрос я не могу ответить. Пока мы пытались получить ответ от компетентных органов, директор частной школы решила поставить точку в вопросе опасного соседства. Руководство учебного заведения сообщило о скором переезде. Сейчас начались поиски нового здания. Подальше от автогазозаправочных станций. На 20% увеличили стипендии студентам вузов, магистрантам и докторантам. Но не только это изменилось в системе образования. Теперь в Казахстане новые правила поступления на послевузовские программы. Попытаться можно теперь два раза в год. Летом и зимой. Динара Абдирова с подробностями. Иван Трусов исследует функциональную грамотность казахстанских школьников и параллельно занимается изучением материалов литий-ионных аккумуляторов. Такую разносторонность он объясняет тем, что казахстанской науки не хватает специалистов. Поэтому приходится развиваться в нескольких направлениях. Да и работа в двух организациях приносит хороший доход, признается Иван. Сейчас на данный момент идет большое количество реформ, связанных как раз таки с наукой. И наконец-то на нее начали обращать внимание. Люди работают, стараются, развитие идет. Как минимум я вижу то, что сверхомона идет такая мысль о том, что ребята, нужно развиваться, давайте что-нибудь сделаем, давайте что-нибудь придумаем. Нам нужно разработать консолидированную политику в области развития науки на страну. А еще необходимо повышать статус ученых, считают ректоры казахстанских университетов. Несмотря на то, что популярность послевузовского образования растет, не все выпускники решаются посвятить свою жизнь науке. Выпускник, перед ним стоит очень простой вопрос. Кем быть, чтобы быть успешным? И очень долго в Казахстане молодежь не могла ответить на этот вопрос, что если я останусь в УЗИ, стану ученым, получу ученую степень, буду ли я успешным? Нет, потому что он каждый день видит примеры того, как ученые испытывают материальные проблемы, у них куча нерешенных бытовых вопросов, у них нет условий для приобретения жилья, комфортной жизни, поездки за рубеж. Поэтому побеждал корпоративный рынок. То есть работодатели, международные крупные компании, национальные компании, всех талантливых молодых людей забирали они. Для того, чтобы повысить доступность послевузовского образования, в профильном министерстве изменили правила поступления. Теперь казахстанцы смогут поступить в магистратуру и докторантуру дважды в год, в августе и декабре. Кроме того, планируют повысить стипендии как магистрантам и докторантам, так и студентам бакалавриата. С 1 сентября 2021 года наши студенты будут получать более 31 тысячи тенге ежемесячно. А студенты, которые обучаются на педагогических направлениях подготовки, более 50 тысяч тенге. Магистранты и докторанты у нас также получают стипендию на 20% больше. Магистранты будут получать более 76 тысяч тенге и докторанты более 172 тысяч тенге. К 2025 году студенты бакалавриата будут получать в два раза больше. Магистрантам и докторантам стипендии ежегодно повысят на 15%. Динара Абдирова, Аят Дюсимбаев, Хабар, 24. Больше миллиона казахстанцев прошли перепись в онлайн-режиме с начала этого месяца, сообщили в Бюро национальной статистики. Наиболее активные жители столицы Алматы, меньше всего заполнивших анкеты в Североказахстанской и Тараусской области. Напомню, пройти процедуру на сайте санак.гов.кз и портале ЕГОВ, а также посредством приложения АИТО можно до 15 октября. К тем, кто не ответит на вопросы онлайн, интервьюеры придут домой. Перепись продлится до конца октября. Люди бегут из Афганистана, Африки, Ливии и Ирака. Они ищут убежища в странах Европы. Но там от незваных гостей, похоже, устали. Во Франции, к примеру, запретили продавать надувные лодки, чтобы мигранты не могли добраться к ним по воде. А в Литме намерены возвестись забор на границе с Белоруссией. Обо всем по порядку, расскажет Гульнара Жундагулова. Семьи с детьми попали в окружение Национальной гвардии Мексики. Мигрантов взяли в плотное кольцо, когда они мирно спали на баскетбольной площадке. Задержаны около 800 человек из Гаити, Венесуэлы и Кубы. Все они пытались покинуть штат Чьяпас на границе с Батемалой. Оттуда планировали добраться до северного побережья и дальше попасть в Соединенные Штаты. В порту английского Дувра сотни легких надувных лодок. Но лишь единицы пассажиров ненадежного транспорта добрались до берега. Этим спасенным повезло. Во вторник более 300 мигрантов доплыли до Дувра. Среди них были беженцы из Ирана, Эритрии и Ливии. Власти Великобритании устали от наплыва нелегалов. Они пытались развернуть лодки с мигрантами назад во Францию. Но там запретили продавать надувные лодки в магазинах Кале, а также топливо для моторных лодок в больших объемах. Все это делается, чтобы предотвратить пересечение пролива Ла-Манш. Контрабандисты нашли способ обходить запрет. Они заказывают лодки в интернете. Чехия пообещала финансовую поддержку Литве. Полмиллиона евро выделят Вильнюсу на укрепление границы. Другими словами, на строительство забора на границе с Белоруссией. Старая Европа тоже пытается справиться с наплывом мигрантов. Поток хлынул в августе. Больше остальных пострадали Польша, Литва и Латвия. В миграционном коллапсе европейские страны, граничащие с Белоруссией, обвиняют Александра Лукашенко. Эти дерзкие действия требуют дополнительных санкций против белорусского режима. И это то, что я хотел бы обсудить с министром Литвы на нашей встрече. Но совершенно очевидно, что мы, как ЕС, должны действовать и вводить дополнительные санкции. Тем временем Европейский суд по правам человека сегодня приостановил высылку афганских мигрантов обратно в Беларусь, через которую они попали на литовскую границу. Суд решил, Литва не должна высылать заявителей в Беларусь. Беженцам не удалось ни въехать в Литву, ни вернуться обратно. Они оказались в затруднительном положении и просто остались на границе двух государств. Сотрудники итальянской береговой охраны спасли 125 мигрантов, сообщает агентство Reuters. Среди прибывших 20 детей и 49 женщин. Все они путешествовали на разных лодках. Одно из судов чуть не затонуло. Спасатели перевезли людей на остров Лампедуза, где расположен центр временного пребывания. Напомню, неделю назад в этом же регионе береговая охрана спасла 539 мигрантов. Из Кабульского аэропорта вылетел первый с момента прихода к власти движения «Талибан» коммерческий рейс. Об этом сообщает телеканал «Аль Джазира». По информации источника, на борту воздушного судна находятся 115 человек, включая американцев и граждан других западных государств. Самолет направляется в столицу Катара, Доху. Напомню, авиасообщение в Афганистане для гражданских рейсов было прекращено после прихода к власти движения «Талиба». По поручению Касымжумарта Тукаева, 35 этнических казахов вернулись на историческую родину из Афганистана. Спецборд Министерства обороны из Кабула приземлился в аэропорту Алматы. Среди пассажиров также четыре гражданина Казахстана, один гражданин Кыргызстана и один афганец, постоянно проживающий в Казахстане. Прибывшие пассажиры будут временно изолированы для прохождения карантинных процедур. Организовали рейс в координации с движением «Талибан». Посольство Казахстана в Кабуле работает в штатном режиме, находится на постоянной связи с другими кандацами, проживающими в Афганистане. Работа по подтверждению их этнической принадлежности продолжается. Италия, несмотря на отсутствие зарубежных гостей, сумела в этом году возродить туристический сектор. К слову, убытки за прошлый год оказались огромными. Из-за коронавируса бизнес потерял свыше 100 миллиардов евро. Как прошел этот летний сезон в Италии и кто отдыхал на курортах вместо иностранцев, расскажет Шулпан Найманбаева. От альпийских горнолыжных трасс до белоснежных пляжей Сардинии Италия известна на весь мир своими курортами. 94 миллиона человек посещали ее в год до пандемии. Но из-за коронавируса многие рестораторы и ательеры оказались на грани банкротства. Однако этим летом итальянским курортам удалось даже поставить рекорды. Иностранные гости тратили в Италии до пандемии до 50 миллиардов евро. Но в этом году многие туристы, в том числе и страны СНГ, из-за коронавирусных ограничений не смогли добраться до Италии. Были опасения, что сезон может обернуться катастрофой для всей туристической отрасли. Однако полной неожиданностью стал новый тренд – внутренний туризм. Итальянцы решили массово провести отпуска дома. Тем самым спровоцировали настоящий бум. В этом году европейские туристы и итальянские большинство заняли нишу наших русскоязычных, американцев, более далеких туристов. Более того, побили рекорд на Сардинии по количеству туристов за 2019 год. Чтобы сравнить вам, в 2019 году, в течение четырех месяцев, мы вчетвером справлялись с объемом работы, который у нас был. У нас не было ни одного выходного. В 2020 году, это в прошлом году, у нас было у каждого, может быть, по пять, по четыре экскурсии за весь сезон. 23 миллиона итальянцев решили этим летом отдохнуть у себя на родине. Это на 6 миллионов больше, чем в прошлом году. А вот иностранных туристов приехало гораздо меньше – всего 6 миллионов. В основном это немцы, французы и австрийцы. По словам экспертов, благодаря успешной кампании вакцинации, многие европейцы провели лето традиционно, путешествуя. После стольких месяцев локдауна очень приятно отдыхать, ходить в рестораны. Трудности были только во время приготовления к поездке. Сами мы привиты, я думаю, что только так можно победить пандемию. А вот детям пришлось сдавать тесты. Также мы заполнили несколько формуляров для въезда в Италию. Почти 10 часов на это было потрачено. Я абсолютно не боюсь путешествовать во время пандемии. Я всегда ношу маску, держу дистанцию и стараюсь постоянно находиться на свежем воздухе. Отпуск проходит хорошо. Мы наслаждаемся каждым днем. В ресторане, если обедаешь снаружи, тест не требуется. В целом мы чувствуем себя в безопасности. Тем временем в Италии уже привито 62% населения. Но несмотря на это, на прошлой неделе в стране ввели новые ограничения. Буквально везде, в поездах, автобусах, музеях и стадионах теперь требуют предъявить паспорт вакцинации или отрицательный тест. В случае нарушения правил придется заплатить штраф от 400 до 1000 евро. Шоу Панай Монбаева, Милослав Лавриновский, Хабар 24, Италия. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин